Андрей Левадный Луна, всегда оставаясь в одной и той же точке. Правее видна яркая серебристая капля. Это космическая станция Энболг, принадлежащая морфам. Она тоже не движется, словно законы небесной механики больше не действуют в обозримой Вселенной. В русле высохшей реки между обрывистыми берегами течет пыльная мгла. Звуки не внят. Лишь изредка можно различить мягкие шаги или услышать хруст гравия, проминающегося под цельнолитыми колесами планетарных машин. Сиплый шепот водородных движков сливается с монотонным шелестом, не нарушающий естественных проявлений ночной жизни. Он тише, чем шорох веток кустарника, взъерошенных случайным порывом ветра. Колонна растянулась пыльной змеей. Впереди уже показалось излучено русло, а за ней все явственнее проступает холодная зарева, метущаяся над мысом, выхватывающая из тьмы изломанную кайму колючего кустарника, а чуть выше — кроны редких деревьев да остовы загадочных, давно обветшавших конструкций. Разговоров не слышно. Репликанты используют для связи модулей технологической телепатии, остальным же настрого велено молчать. «Егор, подожди». Тихая фраза вплелась в мысли проводника, идущего во главе каравана. Он остановился. Пыль, поднятая планетарными машинами, еще не доползла до изгиба излучина, и проводник, окинув взглядом, залитая лунным светом пространство, отступил в глубокую тень обрывистого берега. На вид ему было лет 30. Крепкий, жилистый и почему-то совершенно седой. Лицо обветрено, дыхательная маска болтается на шее. Одет он в выцветшую полевую форму, какую раньше носили репликанты корпорации Прометей. Поверх нее струится металлокевлар, легкой, не стесняющей движения брони, тоже порядком изношенной, сохранившей отметины от множества схваток. На руках перчатки с обрезанными пальцами. Он единственный человек в составе колонны, но об этом никто не догадывается. Репликанты ведь тоже считают себя людьми. Память об их истинном происхождении утрачена. Машины тем временем остановились. Люди и чужие действовали скоординированно, и только эшеранг, хозяин груза, остался под защитой брони. Типо он тут главный. Мимо промелькнула едва уловимая тень. Морф безошибочно определил Бестужев. Способность этих существ к мимикрии общеизвестна. Разведчики они неплохие, но как бойцы не очень. Оружие не признают. Действуют импульсивно, полагаясь на свою феноменальную живучесть, и оттого часто гибнут, особенно в схватках с одичавшими кибернетическими механизмами. Ожидая, пока репликанты займут позиции, Егор Бестужев внимательно наблюдал за окрестностями. Он выглядел спокойным и собранным. В проседе его висков едва заметно выделялись тонкие, пронзающие кожу металлизированные нити. Над правой бровью виднелся глубокий шрам. След от сгоревшего импланта. Остальные пока еще служат. Тиха, коварна, пандерианская ночь. Цепь пологих лесистых холмов протянулась вдоль русла пересохшей реки. Вдалеке, за сполохами зловещего сияния, смутно просматриваются контуры монументальных строений. Там расположена древняя верфь армахонтов, вернее, руины ее планетарного дока. Пыль медленно оседала. Тишина вдруг навалилась, вязкая, словно вымерло все. Но Егор не верил обманчивым ощущением, оставался на стороже, знал. Где-то поблизости всегда таится опасность. Человеческий взгляд, имплантированный хандийский нерв и кибернетический расширитель сознания предлагали рассудку три разнящиеся в деталях картины окружающего. Но Бестужев привычно объединял их, формируя целостное, непротиворечивое мироощущение. Ближайший холм в восприятии хандийского нерва представлял собой сложное облако запахов. От него, истончаясь во тьму, истекали шлейфы особенно резких флюидов. Имплантированный хандийский нерв безошибочно распознавал даже самые тонкие, едва уловимые ароматы. А тренированный рассудок Бестужева визуализировал эти ощущения. В сознании возникла четкая картина, построенная на основе запахов. Слева от него, на обращенном к руслу склоне, среди деревьев, у берега ручья темнел вход в старую заброшенную шахту. Там устроили логово Амреши, мелкие хищники, опасные только в стае. В ночной тишине неожиданно взвизгнул плохо отлаженный сервомотор. Егор обернулся на звук. Резкий, сложный, специфический запах встревожил обоняние. Хандийский нерв отреагировал ощущением холода. Несвойственное человеку отвращение промелькнуло в мыслях, но инициативу тут же перехватил расширитель сознания. И на фоне тьмы проступили характерные силуэты, похожие на призрачных существ. Энергоматрица сервов. Стая из пяти машин обитала на правом берегу, за гребнем холма. Егор читал их сигнатуры, как открытую книгу. Эхо войны. Одичавшие и очень опасные экземпляры, функционирующие в автономном режиме. Бестужев определил метку подразделения, к которому когда-то были приписаны эти боевые машины. Его кибермодули сгенерировали код доступа, он вошел в локальную сеть стаи на уровне пассивного приема данных, ничем не выдав своего проникновения, и понял. Заново переподчинить сервов не выйдет. Механизмы сбойные. Их системы работают исключительно на самоподдержание. Главная задача — добыча ресурсов и охрана вверенной когда-то позиции. Нет, даже пытаться не стану, рискованно. Да и незачем. Несколько секунд он пристально следил за кибернетическими механизмами. Системы вооружения сканировались уверенно. Тяжелый лазер и два импульсных 20-мм орудия. Набор по современным меркам внушительный, вызывающий тревогу. Не схлестнуться бы с ними ненароком. Вновь встрепенулся хандийский нерв. Над левым берегом в кронах деревьев шевельнулись ветви. Легкий ветерок налетел порывом, принес новый запах. Скулы у Егора моментально свело. Полукровки. Трое — жуткие гибридные твари. В разгар войны с чужими, когда речь шла о физическом выживании людей, в лабораториях старого колониального убежища были созданы две модификации репликантов. Первое — искусственные бойцы, выращенные в камерах биологической реконструкции. Они почти ничем не отличались от людей и не знали о своем происхождении. При помощи модулей технологической телепатии им инсталлировались полноценные личности, включающие воспоминания о детстве, юности, зрелости. Репликантов готовили как главную ударную силу для решающего наступления. Они должны были освободить Пандору от чужих и постепенно вместе с людьми заново заселить планету. Второй тип репликантов был сконструирован при помощи генной инженерии. Бойцы немногочисленных спецгрупп являлись носителями хандийского нерва. В их задачу входил захват хандийских боевых кораблей и контроль над ними. Теперь, по прошествии времени, Егор мог взглянуть на ситуацию со стороны, понять, насколько жутко и бесчеловечно приходилось действовать. Но в те годы, ослепленный ненавистью, измученный постоянной внутренней борьбой, он не замечал ничего вокруг. Лично тренировал репликантов. Иногда в минуты слабости позволял себе мечтать о настоящей жизни, что наступит после победы. Сейчас судьба откровенно насмехалась над ним, скалилась в лицо, потирала сухие ручонки. Вот она, послевоенная реальность. Полукровки ловко карабкались по ветвям. Наполовину люди, наполовину хонди. Черты их лиц неподвижны, скованы хитином. Движения точны, а вот смысл существования не ясен. Раздражающий запах щекотал ноздри. Имплантированный Егору хандийский нерв чувствовал своих и пытался сгладить его инстинктивную неприязнь к полукровкам. Вот так он и жил. На изломе трех разных, иногда взаимоисключающих мироощущений, не допуская никого в свой искореженный внутренний мир. Где произошел сбой? Он продолжал наблюдать, осадив распоясавшийся хондийский нерв, приглушив его активность. Почему в организмах полукровок возобладали гены хонди? Насколько изменилась их психология? Осталось ли в них хоть что-то человеческое? От тяжелых мыслей Бестужева отвлекло появление Грея. Репликант, совсем еще мальчишка, уже командовал группой, отвечающей за сохранность груза. После войны с чужими, репликанты оказались брошены на произвол судьбы, предоставлены сами себе, но сумели выжить и даже создали очаги собственной цивилизации. Грей опасности не заметил. Уровень кибергизации у него высок, но качество имплантов скверное, да и установлены они кустарным способом. Программное обеспечение кибермодулей часто сбойное, что резко сужало круг возможностей при их применении. Справа стая одичавших штурмовых сервов, сухо сообщил ему Егор. Они заметили колонну. Встревожился Грей, пытаясь обнаружить сервомеханизмы. Нет, уверенно ответил Бестужев. Датчики у них битые, да и работают в режиме пассивного приема, пояснил он. А вот слева, в кронах деревьев, прячутся трое полукровок. Они нас наверняка видят, но вряд ли решатся напасть. Репликант настороженно взглянул по сторонам, но вновь не заметил ничего необычного и оттого занервничал, нахмурился. Проводник попался странный. Думал Грей, сканируя заросли по обеим сторонам русла. Эшранг его не нанимал, повстречался случайно, предложил провести через тампоралы, их скопления дальше по руслу обнаружили морфы. Грей от помощи не отказался. Если у человека есть модуль технологической телепатии, значит ему можно доверять. Таковы негласные правила. Но все равно непонятно, что он тут делает, почему отважился путешествовать в одиночку. Да и сочетание имплантов у него необычное. Известно ведь, все носители хандийского нерва давно выродились в полукровок, а у Егора ни одного пятнышка хитина сквозь кожу не проступает. Не вижу никого. Вздохнув, признался Грей. От мысли, что колонна прямиком двигалась в ловушку, холодок проскользнул вдоль спины. Ты не ошибся? Все еще хмурясь, переспросил он. Мои датчики ничего не фиксируют. Бестужев в ответ сформировал канал телеметрии. Модули технологической телепатии открыли прямое соединение между двумя рассудками. Грей невнятно выругался, молниеносным движением привел в боевую готовность грозу, стрелково-гранатометный комплекс. Не слабые у тебя сканеры, воскликнул он. Теперь репликант отчетливо видел сервов и полукровок. Он принимал данные от имплантов Егора и транслировал их дальше по локальной сети бойцам своей группы. Не торопись. Строго осадил его Бестужев. Оружие убери. Сервов за спиной оставлять опасно. Грей взглянул в сторону холодного зарева. За излучиной среди тампоралов у нас свобода маневра уже не будет. Верно, согласился Егор. Но и сервы туда не полезут. Они контролируют определенную территорию и за ее границы не выйдут. Если, конечно, их не спровоцировать. От слов проводника исходила спокойная уверенность. И Грей неохотно опустил оружие. И что? Оставим их в покое? Разве сервы тебе мешают? Бестужев не собирался поддерживать разговор на повышенных тонах. В отличие от репликанта, он не видел в сложившейся ситуации ничего необычного. А уж тем более смертельного. В спину ударит. Упрямился Грей. Его лицо побледнело, черты заострились. Ну, прямо комок нервов. Или вставшая на боевой взвод пружина. Не ударит. Разойдемся миром. Вновь с непонятной уверенностью повторил Бестужев, с интересом наблюдая, как пять кибернетических созданий заготавливают боеприпасы. Двое ковырялись в обломках. При помощи технических манипуляторов выискивали подходящие элементы металлических конструкций. Тот, что был вооружен лазером, устроился в небольшой ложбине и нарезал найденную арматуру на короткие цилиндрические болванки. Еще одна пара оставалась на стороже в боевом охранении. Сервы проявляли изобретательность, которая, к сожалению, напрочь отсутствовала у репликантов. Вот такой странный вывих саморазвития. Худцы и искусственные нейросети, накапливающие опыт, но не способные стать основой для полноценного сознания, позволяли боевым машинам, оставшимся без командования и снабжения, освоить некоторые нехитрые приемы выживания. А искусственно созданные люди проигрывали эволюционную схватку. Их становилось все меньше год от года. — Они что, стрелять собирают с этим ржавым хламом? — тихо осведомился Грей. — Угу. — кивнул Бестужев. — Для импульсных орудий арматура по калибру в самый раз подходит. Дальность и точность, конечно, страдают, но на коротких дистанциях мало никому не покажется, уж поверь. — Странно ты разговариваешь. — Не обращай внимания. — Почему колонну остановил? — У третьей БПМ в подвеске деталь лопнула. Минут десять на ремонт нужно. Бестужев кивнул и неожиданно спросил. — Боишься их? — Он подразумевал одичавших сервов. — Да уж, приятного мало, — насупился Грей. — Говорят, раньше они на нашей стороне воевали. — Слухи. Егор уклонился от прямого ответа, хотя знал правду. — Тебя в каком возрасте имплантировали? — Лет в пять, как и всех, а что? — Программы кибермодулей, базы данных, инструкции. Воспринимаешь как догму? — Да, а как же иначе? — Мозги включи. В голосе Бестужева прорвалась непонятная Грею досада. — Почему орудия БПМ зачехлены? — Да и шранк, сволочь жадная. Махнув рукой, выругался репликант. — Поскупился на запчасти. — Какой толк орудия расчехлять? Все равно торчат, как пугачи. Последовал кивок в сторону головной планетарной машины. Егор лишь скептически хмыкнул. Молниеносное сканирование подтвердило слова репликанта. Блоки управления сервомоторами точной наводки вообще отсутствовали. — И ты решился на дальний переход, — уточнил он. Без тяжелого вооружения, только вот с этим он взглядом указал на стрелковый комплекс. Выхода не было. Голод. Эшранк обещал десятую часть груза в качестве оплаты. — А что с урожаем? — Разве не слышал? — удивился Грей. — Нет. — сухо ответил Егор. — Я в городах уже давно не бывал. — Темпоралы. — сухо пояснил репликант. — Появились за одну ночь, а через пару дней исчезли. У моих родителей ферма была. Постройки уцелели, но на полях ни одного колоска не осталось. Все погибло. Вместо земли грязь и какой-то липкий пепел. Жить после этого стало совсем не в моготу. Он не жаловался, говорил сжато, словно отчитывался. — Такова природа репликантов, — с горечью подумал Егор. Их создали для войны, но не научили жить. Наступление, о котором вспоминал Бестужев, захлебнулось. Его остановила цепь внезапных катастроф, охватившая планету. Многие репликанты выжили. Однако их судьбам не позавидуешь. В отчаянных схватках они отвоевали себе клочки пространства, кое-как обустроились, но так и остались заложниками искусственно сформированной психологии. Сменилось уже несколько поколений, но сумерками их сознаний до сих пор правят кибернетические модули с предустановленными программами боевого поведения. Они не дают познавать мир, развиваться, заставляют детей рано взрослеть, формируют из них хороших бойцов, но не более. Все остальное, сугубо человеческое, не поддающееся оцифровке, получается у репликантов с надрывом. Вот если бы они отказались от имплантации... Но Егор понимал, это невозможно. Для современных жителей Пандоры человек без имплантов и не человек вовсе. Грей, а разве без штатных блоков управления нельзя обойтись? Бестужев все же не удержался, спросил. Нет, не положено. Я знаю технический регламент. Но взгляни на сервов. Они ведь приспособились арматурой стрелять. Орудия загубят, ответил Грей. По сотне выстрелов на ствол и можно выкидывать. Да, но случись нам вступить с ними в бой, кто выживет. Репликант вновь насупился. Есть правило. Никаких самоделок. Один раз от него отступлю, и все мои машины быстро превратятся в хлам. Грей, во многих случаях нужно проявлять смекалку. Отступать отправил. С досадой ответил Бестужев. Надо учиться у любого, кто встретится на пути. Взгляни вокруг. Этот мир не прощает прямолинейности. Ты предсказуем, а значит, уже мертв. Репликант, похоже, обиделся. Зло. Искосо взглянул на Бестужева, но все же переспросил. И как, по-твоему, я должен был действовать? Демонтировать орудия. Подвеску для них самодельную придумать. Установить поверх брони. Стрелков посадить, чтоб вручную целились. Ты ведь не только за груз, но и за людей отвечаешь. Нет снарядов? Болтами заряжай. Эшранг скуп. Да за глотку его разок возьми. На место поставь. Ты ведь за него жизнь готов положить. А он? Что он сделал для защиты каравана? В устах Егора сейчас встрепенулась, заговорила давняя лютая ненависть. Морфа в себе в личную охрану нанял. Грей молча выслушал. Отвернулся. Непонятно, ты рассуждаешь? Меня с детства учили. Один раз инструкции нарушишь, и все. Хаос наступит. Не будет больше правил. Но мир же постоянно меняется. Надо приспосабливаться. Резко ответил Егор. Лично для меня, базы данных, инструкции, программы, помощь, подспорье, но не указ. Понимаешь, о чем я? Нет, похоже, Грей ничего не понял. Его волновали лишь задачи текущего момента. С сервами что? Снова спросил он, меняя тему разговора. Пройдем тихо, без боя. В ответе Егора прозвучало разочарование. Скоро рассвет, добавил он. Ветер поднимется. Пыль по руслу погонит. Под ее прикрытием начнем движение. Да ты с ума сошел. Днем через темпоралы идти? Аур же не видно. Погибнем. Грей, я не собираюсь с тобой спорить. Сказал, проведу. Значит, проведу. Днем или ночью, мне без разницы. А с сервами свяжемся. Только время потеряем. Да и без жертв не обойдется. Тебе оно надо? Репликант снова просмотрел файл сканирования, вздохнул. Ты прав. Вооружение у них мощное. Но чтобы днем через темпоралы? Он вскинул на Егора недоверчивый взгляд. Бестужев уже не хотел продолжения разговора. Не собирался он ничего доказывать. По крайней мере, на словах. Ты лучше морфов придержи. Мрачно посоветовал он. Чтоб переполох не подняли. Чего они по округе шастают? Приключения нам ищут? Я им вообще-то не указ. Значит, иди-ка шрангу и потребуй. Пусть охрану при себе держит. Не послушает? Я сам ему растолкую. Только потом на меня не обижайся. Ладно, поговорю с ним. Грея откровенно озадачил состоявшийся разговор. Странный мужик этот, Бестужев. Заводится с полуслова. Словно у него какие-то личные счеты со шрангами. Пыль постепенно осела. Тихо, поначалу в разнобой, робко и неуверенно защебетали птицы. Верный признак приближающегося рассвета. Примерно минут через тридцать полыхнет. Думал Бестужев, шагая в направлении излучина. Местность надо осмотреть, сориентироваться, пока ауры тампаралов видны невооруженным взглядом, а заодно и нервы успокоить. В обрыве над руслом пересохшей реки он заметил выступающий фрагмент выпуклого борта с парой оплавленных надстроек. Дальше и глубже датчики фиксировали слоеный пирог из деформированного металла. Обломки космических кораблей, когда-то принадлежавших разным цивилизациям, громоздились один над другим, образуя основу холма. Рельеф равнины, сформированный давними событиями, таил под тонким слоем почвы бескрайнюю свалку, состоящую из множества фрагментов космических кораблей. Здесь царили свои законы, текла своя жизнь. Укрытые почвенным слоем корпуса космических левиафанов давали приют различным существам. Кроме сервов и полукровок, в мрачных лабиринтах обитали цихриты, биологические роботы, по слухам созданные самими армахонтами. Нередко на холмистых равнинах можно было встретить одичавших морфов. К счастью, эти опаснейшие твари неохотно покидали подземные лабиринты, напоминающие им прежнюю среду обитания. Особое место среди ветшающих обломков давней битвы занимали хондийские бионические конструкции. Выращенные при помощи генной инженерии, они обладали рядом уникальных особенностей. Техника Хонди не разрушалась со временем. Их машины залечивали раны, регенерировали. Для этого они укоренялись подобно растениям, получая необходимые питательные вещества из окружающей среды. Энергию же вырабатывали при помощи аварийных биореакторов. Разные цивилизации развивали свои уникальные технологии. Но, как когда-то выражался Паша Стременков, у всех машин, неважно живые они или собранные на конвейере, со временем возникают схожие по смыслу проблемы, неизбежно ведущие к сбою. Он был прав. У сервов, созданных людьми, постепенно накапливались ошибки в системе, что приводило к неадекватной работе программ. У хондийских бионических машин за периоды длительного забвения деградировала управляющая нейросеть. Внезапно и мощно нахлынули воспоминания. Они всегда приходили вот так, спонтанно, необузданно, словно порыв шквалистого обжигающего ветра. Бестужев помнил эти места. Бывал тут еще мальчишкой. В ту пору поверхность Пандоры покрывал километровый панцирь льда, и планетарный док космической верфи был впаян в его толщу, недоступен для исследования. Их было трое. Подростков, изменивших судьбу планеты. Он, Пашка Стременков, да Родька Бутов. Мы просто пытались выжить. Мысленно твердил Егор, успокаивая бешеное биение сердца, отгоняя призраки прошлого. Он шел по дну высохшего русла реки, а ощущал кашу изо льда и воды, видел, как по черной глади талых озер медленно плывут огромные айсберги. Бестужев зажмурился, оттолкнул воспоминания. Первая группа тампоралов виднелась сразу за излучиной. Энергетическая колоннада полыхала в ночи. Столбы зловещего, неживого света вырывались из-под земли и уходили в небеса. В последний раз он проходил тут пару месяцев назад. И с тех пор количество тампоралов увеличилось в разы. За ближайшей рощей просматривались новые и новые очаги сияния. Ему пришлось вскарабкаться по склону, чтобы тщательно осмотреть окрестности. Плохо дело. Он представил судьбу каравана, не пересекись случайно их пути. Чувство вины, давно отболевшее, снова нахлынуло, причиняя боль. Зря злился на репликанта. Он не умеет мыслить иначе. И погибнет в следующем же дальнем переходе. Реальность меняется с ужасающей скоростью. А современные обитатели Пандоры остаются косными, они не готовы к новым и новым бедам. Ему хотелось помочь. Попытаться исправить хотя бы малость. Грей. Бестужев принял решение, воспользовался модулем технологической телепатии. На связи. Тут же откликнулся тот. Ко мне бегом. Своим людям прикажи, чтоб без команды, ни шагу. Новые темпоралы? Забеспокоился репликант. Много? Подтягивайся ко мне, сам увидишь. Время. Знакомое каждому слово. Неосязаемая сторона бытия, представленная цепью событий, дат. Субъективно, время течет для нас из прошлого в будущее. Оно воспринимается как нечто незыблемое, неподвластное, его невозможно изменить или обратить вспять. Так считали многие, в том числе и коренные пандарианцы. Рядом появилась тень. Грей вытянул шею, невнятно выругался. Месяц назад этим руслом ходили. Он окинул по холодевшим взглядам открывшуюся панораму окрестностей. Веришь? Всего пару темпоралов видели, да и то вдалеке. Верю. Егор изменил конфигурацию имплантов. Я покажу, как пройти. Эшранк опять орать будет. Произнес Грей, глядя на жутковатую колоннаду холодного света. Типа вы, Хомо, во всем виноваты, загубили планету. А сам-то как считаешь? Веришь ему? Репликант пожал плечами. Не знаю, чему верить. Вздохнув, признался он. Слухи одни. Говорят, что устройство стазиса изобрели армахонты. Слышал о них? Угу. Сдержанно кивнул Егор. А зачем они время останавливали? Такая у них была система защиты при авариях. Не вдаваясь в подробности, пояснил Бестужев. В космосе она работала безотказно. Грей пытливо всматривался в колоннады холодного света. Егор вновь открыл прямой канал обмена данными, предупредил. Сейчас я переустановлю некоторые программные модули твоего расширителя сознания. Просто так? Удивился репликант. Да. Ты, вероятно, потеряешь сознание. Думаю, на пару минут, не больше. Согласен? Еще бы. Ляг на землю, расслабься. Грей безропотно подчинился. О таком программном обеспечении, как у Бестужева, можно лишь мечтать. В городе у ремесленников продавался всякий отстой. В следующий миг мир перед глазами потускнел, налился тяжелой удушливой чернотой, схлопнулся в точку и угас. Сознание вернулось к репликанту минут через десять. Процесс обновления программ в кибермодулях прошел намного сложнее, чем предполагал Егор. Грей привстал, опираясь на локоть, осмотрелся и невольно издал испуганный возглас. Мир преобразился. Он стал не просто резче, контрастнее. В поле зрения появились множество новых энергоматриц. Теперь он отчетливо видел не только группу сервов, троих полукровок и стайку амришей, суетящихся подле входа в старую шахту, но и запутанный лабиринт заброшенных тоннелей и пару живых бионических конструкций, ранее принадлежавших цивилизации разумных насекомых, а теперь ставших пристанищем для полукровок. «Вот это да!» изумленно выдохнул он. «Как себя чувствуешь?» «Нормально. Зрение немного плывет. Я столько сигнатур одновременно еще ни разу не фиксировал. Егор, спасибо тебе!» «Пока не за что. На темпоралы взгляни. Я кое-что объясню, а ты запоминай. В жизни пригодится». Грей сконцентрировал мысленный взор на колоннах холодного света и в первый миг не поверил показаниям имплантированных датчиков. Ближайшее скопление темпоралов, проросшее на Неве искореженных космических кораблей, приняло вид рощи. Энергетические всплески древовидной структуры ветвились, тянулись ввысь, но в отличие от обычного леса они не сплетались ветвями, не соприкасались. Каждое растение существовало строго в границах ауры, светового эффекта, издали похожего на колонну. Бестужев был прав. Между темпоралами можно пройти. «Егор, а где ты взял свои программные модули?» Вопрос вырвался у Грея помимо воли. Сейчас он просто не контролировал эмоции. Ремесленники ничего подобного уж точно не изготавливают. Вот почему Бестужев сторонился населенных мест. Редко и только в силу крайней необходимости контактировал с современными жителями Пандоры. Он не мог открыть правды. Во-первых, это ничего не изменит. Не уничтожит разрывы пространства и искажения времени, постепенно уничтожающие планету. Во-вторых, что сказать Грею? Ты не человек, потомок биороботов, которых мы создали в целях войны, а я один из тех, кто принимал эти трудные решения, стоял у истоков. Видел и пережил появление первых темпоралов, но угодил вздвиг времени, и вот теперь я тут ищу спасение не для себя лично, но для всех. К чему приведет такая правда? Существовал и другой вариант. Егор мог бы остаться, а сесть в одном из городов, помочь какой-то отдельно взятой группе репликантов, по сути, догореть вместе с ними. Откуда мои программы, неважно, сухо ответил он. Ремесленники не знают всех тайн прошлого. Я побывал в местах, где еще сохранились древние знания. Ты встречал людей из убежища? Егор кивнул. Какие они? Обыкновенные. Не боги и не демоны. Можешь поверить. От нас ничем не отличаются. Разве что знаний у них побольше. Почему же они не вмешаются? Разрывы пространства, чтобы там не шипел эшранг, созданы не людьми. Да ладно! Грей, конечно же, не поверил. Была война. Наши предки использовали устройство Стасиса как оружие. Они деформировали пространство и время. Темпоралы появились по их вине. Грей, тебе по большому счету не все равно. Ты пытаешься выжить или ищешь истину. А ты? Бестужев сумрачно промолчал, так и не ответив на вопрос. Темпоралы вызывали у Грея откровенную оторопь. Он и раньше слышал, что внутри столбов холодного света скрываются структуры, похожие на энергетическую растительность, но не очень-то верил. Вообще, разнообразных слухов ходило множество. Хонди, насекомоподобные существа, обладающие чем-то вроде генетической памяти, с уверенностью утверждали, что раньше Пандора принадлежала Армахонтам, могущественной космической цивилизации, построившей межзвездную сеть и мудро правившей тысячами миров на протяжении тысяч лет. Грей не верил Хонди. Он считал, что существа, способные путешествовать через гиперкосмос, умеющие манипулировать пространством и временем, не могли быть побеждены несколькими младшими расами. Намного правдоподобнее звучали злобные утверждения и шрангов о том, что люди, вторгшиеся на Пандору, отыскали некие древние устройства и бездумно использовали их в качестве оружия, не заботясь о последствиях. Где правда, где вымысел, понять сложно. Да Грей особо и не ломал себе голову. Он был занят проблемами выживания, их хватало с избытком. Вниз вела тропа. Они с Егором спустились по склону, вновь оказались на дне высохшей реки, но уже за излученные русла. Я отключил телеметрию. Что видишь? Грей внимательно осмотрелся. Новое программное обеспечение работало без сбоев. Вижу структуры, похожие на деревья. Вокруг каждого темпорала полупрозрачное сияние. Лаконично доложил он. Оттенки ауры различаешь? Спросил Егор. Да, от бледно-сиреневого до алого. Цвета разной интенсивности. Что это значит? Присмотрись, поймешь. Грей с детства привык к двойственному восприятию, но сейчас стушевался. Он всматривался в полыхающие ауры темпоралов, не понимая, что хочет от него Бестужев. Что я должен разглядеть в неровном мерцающем сиянии? Слепну, признался Грей, поиграя с настройками восприятия. Если хочешь выжить, учись быстро. Он указал рукой в направлении красноватой ауры. Обрати внимание, там, в границах сияния, время ускоряется. Взгляни на землю подле основания темпорала. Да, вижу, воскликнул Грей. Это Костя и Хитин? Верно. Останки и Шранга и двоих Хонди. Они попали в границу искажения и погибли. От чего? От голода и жажды. А если бы у них были припасы? Он любопытен. Может, со временем из Грея получится опытный проводник, подумал Егор. Теперь он уже не жалел о принятом решении. Они бы умерли от старости. Примерно за пару минут нашего времени. Однажды мне довелось наблюдать подобное. Картина, прямо скажу, не для слабонервных. Но взгляни сюда. Он снова рукой указал направление. Ух! Восхищенно выдохнул Грей. Аура темпорала сочилась багрянцем. В ее глубинах медленно вспухали энергетические пузыри. За внешней границей сияния рос кустарник. В его ветвях, нисколько не тревожа, с близкого временного сдвига, заливались печюги. Пахло лесом. Контрасты просто сводили с ума. Вот один из пузырей внезапно лопнул, и на землю посыпалась различная труха, кусочки высохшей коры, мелкие сломанные веточки, а вместе с ними упало несколько семян. Через миг появились ростки, секунду спустя два молодых побега уже вытянулись вверх почти на метр. Грей затаил дыхание. Такого не увидишь в природе. С каждым мгновением деревца становились все выше. Прошла минуты, и они уже приняли вид старых вековых деревьев. Структура темпорала терялась среди густых крон. Некоторые ветви разрослись так бурно, что вышли за границей сияние и тут же начали увидать, но прежде чем погибнуть, они уронили плоды. Редкое явление, произнес Егор с ожелением, наблюдая, как состарились, высохли и рассыпались в прах деревья внутри ауры. «Так семена растений попадают в наш мир?» догадался Грей. «Но откуда они берутся?» «Точно не знаю», ответил Бестужев. «Думаю, с других планет, где тоже существуют темпоралы». «С других планет?» как эхо повторил Грей. «Хочешь сказать, не только наш мир погибает?» «Утверждать не стану. Мы наблюдаем лишь часть процесса, доступную, если так можно выразиться, с нашей стороны. Но я видел, как формируются энергетические пузыри. Они захватывают все, что скопилось у подножия темпорала, и затем как будто растворяются в воздухе вместе с содержимым. Думаю, наш мир подобен перекрестку, пересечению многих путей в пространстве и времени. Только мы не знаем, как путешествовать по этим дорогам». Грей притих, призадумался. Бестужев теперь казался ему не просто странным. Откуда он столько знает о темпоралах? По виду не скажешь, что исследователь или ученый. Он больше похож на крепко избитого жизнью воина, странника. Так почему же его голос дрогнул, а взгляд холодный и колючий на миг оттаял, когда внутри ауры появилась нежная клейкая зелень молодых стремительно развивающихся побегов? Он хотел что-то спросить у Егора, но Бестужев вновь переключил внимание репликанта. «Теперь взгляни сюда». Грей повернул голову. Он уже немного освоился с новым программным обеспечением имплантов. К тому же доходчивое объяснение и наглядные примеры быстро подсказали, что именно нужно искать, на какие детали обращать особое внимание. Указанный Бестужевым темпорал излучал пронзительную лазурь. Внутри сияния он заметил серва, звенга и полукровку. Все трое выглядели будто творение скульптора, запечатлевшего миг движения. Там время замедлилось. Егор кивнул. «Тогда что значит вот эти тускло-желтые ауры?» спросил Грей, переводя взгляд на тесную группу энергетических деревьев. К своему удивлению, он не обнаружил в границах аномальных зон каких бы то ни было материальных подсказок. «Молодец, быстро схват выше», похвалил его Егор. По личному опыту, он не стал ничего конкретизировать, могу сказать, темпоралы никогда не появляются на пустом месте. Они зарождаются в точке, где происходит очередной сдвиг времени и разрыв пространства. Бестужев старался объяснять как можно проще, доходчивее. Темпоралы своим появлением как бы запечатывают аномалию, понимаешь, не дают ей расширяться, постепенно стабилизируя опасный участок. Поэтому говорят, что появление первых темпоралов спасло нашу планету. Верно. Егор, а откуда ты все это знаешь? Бестужев лишь пожал плечами. Много путешествовал, наблюдал. То есть желтоватые ауры принадлежат уже стабилизированным участкам. Грей был потрясен. Мысли постоянно перескакивали с одного на другое, внимание рассеивалось. Новые знания о мире, новые возможности восприятия просто ошеломляли. Правильно, вскоре такие темпоралы просто погаснут, исчезнут. И на их месте уже не останется аномалий. Да. Но откуда берутся разрывы пространства? Спросил репликант. Любознательность Грея импонировала Егору. На долю Бестужева выпало столько испытаний, что с лихвой хватило бы на несколько жизней. Если оглянуться назад, а он не любил этого делать, то увидишь узкую коварную тропу, вьющуюся по самому краю пропасти. Не было легких путей и однозначных решений. Не было и жизни, только борьба. Часто он вел ее за пределом человеческих сил. Но у него в далеком, потерянном прошлом были друзья. Настоящие друзья. А есть ли они у Грея? Наверное, нет. Репликанты хоть и сумели выжить, но их взаимоотношения строятся на основе рационального сотрудничества. Исключение из правил настолько редки, что Грей определенно заслуживал честных ответов. Быть может, знания, полученные от случайного попутчика, в чем-то изменят его жизнь, мировоззрение, сделают еще более любознательным, а значит и более человечным. Здесь крылась дилемма. У любого знания есть и обратная сторона. Правды, которой владел Егор, репликант не выдержит однозначно. Сейчас его мир достаточно прост, понятен. Но стоит дать чуть больше информации, и она превратится в лавину, сомнет рассудок, посеет в душе сомнения, фобии. Нет, о рождении темпоралов и роли людей ему знать совершенно необязательно. Тем более, что современные процессы отличаются от тех изначальных. В понимании Егора существовали две равновероятные гипотезы. Первая перекликалась со злобными утверждениями Эйшранга, дескать, люди виноваты во всем. Да, мы использовали технологию Стасиса как оружие, но первые разрывы пространства и сдвиги времени возникли отнюдь не в зонах боевых действий. Возможно, мы подтолкнули процесс, ускорили его, но не инициировали это точно. Грей, сам того не подозревая, задал самый болезненный и актуальный вопрос. Что привело к современному положению вещей? Стихийные силы Вселенной изуродовали лик планеты или же неразумное безответственное использование технологии, которую мы не понимали, но пользовались ею? Я в точности не знаю, как возникают разрывы пространства. После недолгой внутренней борьбы ответил Бестужев. В последнее время темпоралы появляются и исчезают буквально на глазах. Тебе нужно запомнить лишь одну важную особенность. Их ауры за редкими исключениями никогда не пересекаются. То есть всегда можно проложить тропу, даже если перед тобой настоящий энергетический лес. Лес? Неподдельно удивился Грей. Да, я видела такое. Где же ты путешествовал? Бестужев пропустил коварный вопрос мимо ушей. И еще одна деталь. Остерегайся применять вблизи темпоралов мощное энергетическое оружие. Действуй осторожно, с умом, тогда останешься жив. Пройдешь там, куда другие и взглянуть опасаются. Егор говорил, не давая Грею задавать встречные вопросы. Запомни, ауры темпоралов можно использовать в своих целях. Например, укрыться от выстрела или наоборот нанести неожиданный удар. Большинство твоих противников не способны воспринимать энергоматрицы. Для них все темпоралы кажутся одинаковыми. И последнее. По границе желтоватых аур можно пройти. Будет трудно дышать, возможно вырубятся импланты, неприятно, но не смертельно. А теперь давай попробуй сам проложить маршрут. Как? Только по показаниям датчиков? Да. Роща небольшая. Сканируются все темпоралы. Задача несложная, справишься. Рассвет хлынул со всех сторон. Солнце не всходило. Оно появлялось в зените за считанные секунды. Ночь и день сменяли друг друга почти мгновенно. Ауры темпоралов поблекли, растворились в дневном свете, превратившись в ловушки для неосторожных путников. Вот, готово. Грей транслировал Егору обновленную электронную карту местности с нанесенным на ней маршрутом. Что ж, Бестужев одобрительно кивнул. Неплохо. Теперь возвращаемся к колонне. Чувствуешь, ветер поднимается. Пойдем, как я и говорил, под прикрытием пыли. А почему ты велел не трогать сервов? Опасно. Уже не в первый раз замечаю. Темпоралы реагируют и на мощные всплески энергии. Своими глазами видел, как они появляются в местах боев между сервами. А как же водородные двигатели БПМ? Тут же забеспокоился Грей. Они маломощны. Успокоил его Бестужев. Реакторы космических кораблей, особенно те, что до сих пор питают установки Стасиса, генераторы плазмы, лазерные излучатели мегаватт на 200. Вот примерный список устройств, способных спровоцировать появление нового разрыва метрики и, как следствие, темпорала. Переговариваясь на частотах технологической телепатии, они миновали излучину и уже подходили к головной машине колонны. Егор, вот ты сказал, что встречался с людьми из легендарного убежища. Ну? А почему они скрываются? Все сложнее. Бестужеву пришлось не по душе возобновление темы, но делать нечего, сам нарвался, нечего было и упоминать. Они не скрываются, просто живут в ином временном потоке. Говорят, он сознательно употребил это слово, словно лишь слышал версии, но ничего не знал наверняка. Говорят, в момент массового появления темпоралов, когда произошел первый сдвиг времени, наша реальность как бы расслоилась. В разных регионах время течет по-разному. Слышал ведь о таком явлении. Грей кивнул. А правда, что они использовали какую-то древнюю технологию, но чтобы победить в войне с чужими? Разговор принимал опасное направление, но Егору не пришлось отвечать на неудобный для него вопрос. Хандийский нерв внезапно встрепенулся, мощно и радостно, однако чувство мгновенно трансформировалось в ощущение тревоги, непоправимой беды, которая уже близко. Две темные точки показались у горизонта. Они стремительно приближались, росли в размерах, принимая очертания фаттахов, хандийских аэрокосмических истребителей. Спину окатило ледяной испариной. Бестужев не терял ни секунды. Дальнейшее развитие событий в его понимании читалось слегко. Грей, разворачивай машины. Отходи. Назад по руслу как минимум на километр. Огня никому не открывать. В темпе. Поздно. Слишком поздно. Кто же мог предвидеть внезапное появление двух бионических машин? Фаттахи шли парой. Низко, почти над самой землей, едва не цепляя макушки деревьев. Их пилоты ориентировались по руслу реки, следуя ему как путеводные нити, используя первый час светового времени для разведки местности. Где-то поблизости вышел из Стасиса крупный космический корабль. Догадался Бестужев, провожая взглядом бионические машины. Скорее всего, потрепанный в бою хондийский крейсер. Для его экипажа несколько веков пролетели как миг. Хонди сейчас напуганы, дезориентированы, сбиты с толку. Они очнулись, погребенные заживо. Наверное, им удалось расчистить один из шлюзов, выбраться с планетой. Егор, Эшранг отказывается поворачивать назад. Он требует продолжить движение. Пришло сообщение от репликанта. Грей, если надо, пристрели его. Ничего не объясняя, огрызнулся Бестужев. Уводи колонну. А ты? Я следом. Действуй. Нет, уже никому не спастись. Бестужев единственный представлял последствия появления фатахов. Если они ввяжутся в бой с сервами, то появление новых уже не избежать. Пара истребителей шла на антигравитационной тяге, двигаясь на предельно низкой высоте и скорости. Пилоты, совершенно незнакомые с особенностями современного выживания, совершали плавные маневры, сканировали местность, собирали данные. Вот и излучено. Егор обернулся. Колонна из семи машин начала разворачиваться, но слишком поздно. Одичавшие боевые сервы заметили появление хандийских истребителей. Созданные в целях войны, они не утратили программного смысла своего существования, неважно, сколько времени минуло с тех пор, как им были установлены цели и задачи. Первая очередь, выпущенная из импульсного орудия, разминулась с Фатахом, ударила в склон холма по другую сторону русла. Дико заверещали амриши. Снаряды перерубили ствол дерева, в корне которого прятались полукровки. Фатахи огрызнулись лазерными разрядами, озарились полохами от работы реактивных двигателей, легко, стремительно набирая высоту, и тут же, совершив боевой разворот, ринулись в атаку, обрушив всю огневую мощь на позиции сервов. Бой вспыхнул, как лесной пожар. На правом берегу, подожженные шквалом лазерных разрядов, уже пылали деревья, огонь валом катился по склону, пожирая кустарник. Среди языков пламени промелькнули силуэты боевых машин. Их броня рдела вишневыми рубцами попаданий, но уничтожить штурмовых сервов не так-то просто. Нужно знать уязвимые места. Пользуясь естественной тепловой засветкой, маскирующей их от датчиков фатахов, двое, оснащенные импульсными орудиями, резво выдвинулись на заранее оборудованный рубеж, в то время как их безоружные сородичи совершили прямо противоположный маневр. Жертвуя собой, они выскочили на дальний, еще не охваченный пожаром склон и припустили вниз к распадку, привлекая внимание. Хандийские пилоты попались на нехитрый тактический ход. Они увидели цели и снова устремились в атаку, на этот раз не с пикирования, а на малой высоте. Скорость перемещения сервов располагала именно к такому маневру. По сути, одичавшие боевые машины навязали хандийским пилотам свои правила боя, выдержали первый удар, заманили в ловушку и теперь готовились эффективно уничтожить противника фланговым огнем из импульсных орудий. Бестужев не лез в схватку. Чем быстрее фатахи будут обращены в груды чадящих обломков, тем меньше вероятность возникновения темпорала. Ткань нашего пространства стала совсем слабой. Мимолетно, подумал он, наблюдая, как хандийские истребители выравнивают курс, совершая плавный заход на беззащитные цели. С протяжным воем ударили импульсное орудие. Ведущий истребитель мгновенно превратился в огненный шар, второй, буквально через доли секунды, просто разорвало очередью. Обрезки металла, разогнанные до околозвуковой скорости, вспороли органическую броню, превратив ведомый фатах в черно-серое облако бесформенных частиц. Егор, что там происходит? Раздался по связи взволнованный полный напряженного ожидания голос репликанта. Фатахи сбиты. Думаю, это конец, но все же выжди, я дам команду, когда можно будет двигаться. Понял? Бестужев ни на секунду не упускал сервов из виду. Тот, что был вооружен лазером, получил наиболее серьезные повреждения. Еще в начале боя он кубарем скатился по склону на дно высохшего русла и теперь лежал, как перевернутый на спину жук, конвульсивно подергивая тягами перерубленных приводов. Пара, сыгравшая роль приманки, уже спешила ему на помощь. Те, что сбили истребители, остались на позиции в готовности отразить новую атаку. Сотня выстрелов на ствол не так уж и мало, учитывая, что сервы выпустили всего по пять зарядов. Бестужев во время скитания по безжизненным пустошам Пандоры повидал множество подобных схваток. Все чаще и чаще они приводили к возникновению темпоралов, но сегодня ситуация принимала особенно скверный оборот. К покалеченному серву спешили его собратья, а по нетронутому огнем заросшему кустарником склону ловко продвигались трое полукровок. Было совершенно неясно, чем они собираются поживиться. Видимо, высохшее русло являлось нейтральной полосой, разграничивающей ареалы обитания различных существ. Бестужев скинул автомат. Полукровок надо остановить. Если они сойдутся в схватке с сервами, последствия будут плачевными. Над местом гибели хандийских истребителей он заметил змеящееся с полохами искажение реальности. Верный признак едва не возникшего разрыва метрики пространства. Как и почему применение высокоэнергетического оружия провоцирует появление аномалий, Бестужев не знал, но опыт подсказывал, лучше до этого не доводить. Прицелиться Егор не успел. Двое сервов уже прорвались через охваченный огнем склон, а их потенциальные противники вдруг отступили и юркнули в неприметный лаз, ведущий в недра холма. Одумались? Поняли, что силы не равны? Дым расползался удушливыми клубами. Визгливо орали перепуганные амриши. Недоброе предчувствие гладало душу. Бестужев доверял своей интуиции, но сейчас не мог взять в толк, что упустил. Пытаясь разобраться в ситуации, он вновь подключился к локальной сети сервов. Проклятие! Еще один фатах! Старый, давным-давно погребенный в недрах холма на левом берегу. Вот куда отступили полукровки. Они сумели взять регенерировавшую бионическую машину под свой контроль, но не решались использовать, понимая явное превосходство сервов. Однако сейчас баланс сил изменился, и полукровки не собирались упускать подвернувшийся шанс. Сервы представляли для них постоянную угрозу, и избавиться от скверного соседства, умело используя ситуацию, было с их стороны вполне логичным, закономерным шагом. К тревожным звукам внезапно добавился протяжный скрежет. Земля на левом берегу вздрогнула, начала вспучиваться, вниз покатились комья глины и какие-то ржавые обломки. Обычно Егор уклонялся от бессмысленных схваток, но сейчас, оказавшись в эпицентре событий, был вынужден действовать. Фатах для меня недосягаем, промелькнула мысль, да и выберется ли укоренившийся истребитель своего логова, пока не ясно. Но сервы уже заметили его реактивацию и отреагировали на новую угрозу. Егор, что у тебя? Ни ко времени вышел на связь Грей. Не мешай, тут еще один фатах. Что будешь делать? Забеспокоился репликант. Ломать локальную сеть сервов. Нельзя допустить, чтобы всколыхнулась вся округа. Придется сыграть на стороне полукровок. Он отвечал, работая с имплантами. Мы идем к тебе, поддержим огнем, не лезь. Внял ли Грей, непонятно. Но Бестужева уже было не до него. Он вошел в локальную сеть группы боевых машин и нарушил обмен данными. Сервы почувствовали сбой. На миг замерли, пытаясь восстановить взаимодействие. Сухо ударили одиночные выстрелы. Егор воспользовался несколькими секундами всеобщего замешательства, чтобы лишить боевые машины их главного преимущества, мощных систем вооружения. Он целился по сервомоторным узлам. Четырьмя точными выстрелами ему удалось заклинить механизмы наведения импульсных орудий. Пятым, Бестужев на вылет прошил ядро системы серва, оснащенного лазером. Внезапно на охваченном огнем склоне раздался приглушенный взрыв. Грей, я же сказал, не вмешивайся! Еще два кустистых гранатных разрыва выросли на правом склоне, а вслед полыхнула ярчайшая вспышка. Рванул энергоблок у одного из сервов. Прекратить огонь! Вне себя от ярости закричал Егор. Его рискованный план рухнул. Предотвратить появление еще одного Фатаха не удалось, а над сухим руслом все ярче разгорались полохи набирающих силу искажений. Хандийский истребитель появился из растущего провала в почве. Его окружали тонны поднятых воздухобломков. Среди искореженных конструкций в поле антигравитации, которые генерировали двигатели Фатаха, плавали пласты дерна, вырванный с корнем кустарник, комья глины. Ростчерки лазерных разрядов полоснули вдоль русла. Вершина холма теперь напоминала извергающийся вулкан. Вопли испуганных амришей потонули в реве и грохоте. Фатах вел ураганный огонь, покачиваясь в поле антигравитации. Репликанты, так не вовремя вступившие в бой, ответили шквалом автоматных очередей. На левом берегу загорелась трава, за ней всполыхнул кустарник. От Фатаха полетели клочья органической брони. Он дернулся, в судороге обрывая белесые корни, при помощи которых питался и регенерировал, покоясь в недрах возвышенности. В следующий миг реальность не выдержала. Столб призрачного света зародился где-то глубоко под землей, ударил в небеса, аура новорожденного темпорала вспухла волдырем. Мир на мгновение превратился в стекло, но на этот раз судьба пощадила Егора. Зловещее сияние охватило площадь в десяток квадратных метров и вдруг стабилизировалось, прекратило расширяться. Один удар сердца. Фрагмент реальности застыл навеки. Сложная, многократно переплетенная структура энергетических нитей сформировала ствол темпорала. От него отделились ветви, устремились вверх. Фатах оказался в ловушке. Сдвиг времени законсервировал его. Оборванная корневая система бионической конструкции обвисла белесыми плетьми. Тлеющие головешки, поднятые в воздух, рдели среди завитков дыма. Там, где сияла аура новорожденного энергетического растения, время замедлилось, и для внешнего наблюдателя пройдут годы, прежде чем погаснет пламя, а угли подернутся пеплом. Егор Бестужев в немом оцепенении следил, как еще один разрыв пространства поглотил фрагмент родного мира. Вот так мы и уничтожили его. Сами. Горькая мысль все же прорвалась из глубин рассудка. Бой стих, но катастрофические явления не прекратились. Небо завлакло тучами, они образовали вокруг новорожденного темпорала исполинскую воронку. В нескольких километрах от излучины у горизонта над холмами появилось зловещее зарево. Егор привстал из-за укрытия, отряхивая с экипировки комья прилипшей глины. Грей? На связи? Прибить бы тебя. Зачем в бой полез? Я же сказал, сам справлюсь. Но мы хотели помочь. Помогли дальше некуда. Бестужев неотрывно наблюдал за формированием уже знакомого ему энергетического фронта, предвещающего локальную катастрофу. Так и есть. Он все отчетливее видел, как в небесах на периферии циклона вспыхивают и гаснут длинные полосы холодного света. Появление нового разрыва метрики пространства и возникновение временного сдвига запустили непостижимый процесс. В такие моменты Егору казалось, что сама Вселенная защищается от необдуманных действий бренных, но самонадеянных существ. Времени у нас осталось в обрез. Промелькнула мысль. Минут пять, в лучшем случае десять. Неизвестно, насколько далеко продвинется энергетический фронт. Грей, возвращайся к колонне, приказал он. Уводи машину назад по руслу. Ты понял меня? Да, но почему? Что происходит? Некогда объяснять. Еще раз ослушаешься, пеняй на себя. Я уже ничем помочь не смогу. Да объясни ты толком. Машину уводи. Людей спасай, я следом. Мрачные, свинцово-седые, закрученные воронку облака двигались все быстрее. Подул долгожданный ветер, пыль и дым подняло клубами, но тут же внезапными ураганными порывами прибило к земле, загнало вложбины. Быстро сгустились сумерки, а затем бледный, неживой свет озарил холмистую равнину от края до края. Энергетический вал сформировался у горизонта и пришел в движение, стирая рельеф. Все, что попадалось на пути, поглощал огонь. Деревья вспыхивали словно факелы, земля исторгала стоны, в глубинах возвышенности обитало множество существ, они оказались в ловушке, из которой уже не было спасения. Сейчас, прямо на глазах Бестужева, происходило массовое зарождение темпоралов. Зрелище жуткое и одновременно завораживающее. Там, где до сих пор работали силовые установки древних космических кораблей, по всему обозримому пространству хаотично набухали полупрозрачные пузыри. Несколько секунд каждый из них существовал в виде полусферы. Затем вдруг сияние начинало схлопываться в точку, а через миг из-под земли вырывался столб света, ударял в небеса, пронзая клубящиеся тучи, высекая из них изломанные зигзаги молнией. Внезапно начался ливень. Первые капли дождя хлестнули по пыльной иссохшейся земле, скатываясь в шарики, затем вдруг снова резко потемнело и хлынуло как из ведра. Вода и огонь сошлись в скоротечной схватке. Занявшиеся было пожары гасли, клубы едкого пара поднимались от земли, а вал призрачного сияния продолжал медленное, неумолимое движение, словно фантастический каток, которым неведомая Егору сила решила выровнять поверхность планеты, походя, уничтожив все живое. Почему? Зачем? Что за злой рог давлеет над нами? Дождь все хлистал и хлистал. По руслу реки уже бежал мутный глинистый поток. Егор оглянулся. Боевые планетарные машины медленно двигались против течения. Их башни едва возвышались над поверхностью воды, вокруг них пенились буруны. Грей, как у тебя? Ответь! Движемся, но медленно. Тут еще одна проблема, Егор. Поломки? Нет. Эшранк требует развернуть колонну. С ума он сошел от страха! Не видит, что творится вокруг. Он говорит, если свернем по старой дороге, направо между холмами, и прорвемся к верфи армахонтов, то выживем. Егор на миг задумался. Он достаточно хорошо знал эшранков. Они надменные, себелюбивые, но отнюдь не безрассудны. Надо сказать больше, если существуют угрозы для жизни, эшранк побежит, спасаясь, и только чрезвычайные обстоятельства способны заставить его рискнуть. Древняя верфь армахонтов? Он что-то знает о ней? Уверен, что там ситуация складывалась критическая, требовала мгновенных решений. Грей, что перевозит караван? Конкретно? Репликант удивился вопросу, но ответил. Зерно? В мешках? Проверь груз, живо! Наступила недолгая пауза, затем по связи раздалось ругательство. Егор, тут песок! Что? Обыкновенный песок в мешках. Но как же так? Люди ведь от голода умирают. Это тварь! Зачем? Я убью его! Караван был прикрытием. Он использовал вас, чтобы добраться сюда. Эшранга не тронь. Делай, как он говорит. Сворачивай по дороге к верфи. А ты? Попытаюсь вас нагнать. Пешком? Не успеешь! Где ты сейчас находишься? Передай свои координаты, пошлю за тобой машину! Двигайся к верфи, не останавливайся. Дождь прекратился так же резко, как и начался. Напоследок, плеснув моросью, небеса стремительно просветлели, вновь подул ураганный порывистый ветер, он разогнал клубы едкого пара, и расширитель сознания наконец сформировал полноценную панорамную картину происходящего. Тысячи новорожденных темпоралов полыхали вокруг. И теперь в действиях Эшранга прослеживалась четкая логика, основанная на недоступной Егору информации. Колонна уже выбралась из теснины русла, и на пути планетарных машин Бестужев не заметил ни одной аномальной области. Полуразрушенный планетарный док занимал площадь в сотни квадратных километров. И зловещий энергетический вал начал медленно деформироваться, выгибаясь дугой, словно на древних руинах лежало какое-то мистическое заклятие, и ни одна сила не смела затронуть их своим воздействием. Неужели они до сих пор защищены какими-то устройствами армахонтов? Егор бежал, стремясь нагнать колонну, но ураганный ветер, заплутавший между новорожденными темпоралами, норовил взбить с ног, к тому же приходилось постоянно сканировать ауры энергетических деревьев, прокладывать извилистый маршрут, теряя время и силы. Да, теперь Егор уже не сомневался, на территории верфи скрыто нечто исключительно важное, и караван служил лишь прикрытием для Ишранга, чтобы тот мог нанять охрану, путешествовать под защитой, не вызывая лишних вопросов и подозрений. Мог ли он предвидеть сегодняшние события? Вряд ли. Ишранг непровидец. Он намеревался незаметно ускользнуть, бросив ничего не стоящий груз, как только колонна окажется поблизости от верфи. Внезапная стычка между сервами и хандийскими истребителями нарушила его планы, но он по-прежнему твердо уверен в собственной безопасности. Энергетический вал тем временем заметно истончился, растягиваясь, огибая верфь, теряя скорость и силу. Вскоре он исчезнет, оставив после себя безжизненную пустошь. Такие явления в последний год не редкость. Планета гибнет, и до сегодняшнего никто не в силах остановить этот процесс. Тем важнее нагнать колонну, допросить ошранга. До дороги оставалось пройти метров пятьдесят. Бестужев вскарабкался по скользкому, напитанному дождевой водой глинистому склону, оглянулся и вдруг заметил позади себя какое-то движение. Показалось? Нет, вот опять. Две фигуры в смутно знакомой Бестужеву гермоэкипировке неожиданно появились в поле зрения. Они прошли сквозь сочащуюся багрянцам ауру темпорала, словно и не заметили границ опаснейшего явления. Встретить призраков среди структур, изменяющих пространство и время, события вполне заурядные. Фантомы попадаются часто, их легко отличить по расплывчатым, едва заметным силуэтам. Гонимая ветром хмарь непогоды, по идее, должна проходить сквозь них, не встречая препятствия. Егор присмотрелся. Ничего подобного. Рваные клочья тумана огибали фигуры двухрослых гуманоидных существ. Неужели Армахонты? Мысль обдала жаром. В отличие от Грея, Бестужев не сомневался в существовании древней цивилизации легендарных строителей межзвездной сети. Он знал о них не только по слухам, но полагал, что Армахонты давно исчезли, стали историей. Сейчас он невольно замер, неотрывно глядя на две рослые человекоподобные фигуры. Вспомнил. Фрагменты точно такой же экипировки он видел однажды, в пору юности, когда по заданию эшранга ходил в недра ледника. Это ничего не доказывает, но обреченная надежда уже встрепенулась в душе и не угасала. Подождите! Крик потонул вое ветра. Его не услышали. Забыв об осторожности, Бестужев рванулся назад, петляя между темпоралами, страшась упустить из вида двух существ, занятых сбором данных. Они вновь вошли в границы ауры, установили там какой-то контейнер и принялись спорить между собой, эмоционально жестикулируя. Ноги скользили, по щиколотке тонули в раскисшей глинистой почве. Кто, кроме Армахонтов, способен вот так запросто пересекать сдвиги времени? Егору стало трудно дышать. Срезая путь, он неосторожно перешагнул границу желтоватого сияния и тут же пожалел об этом. Импланты ушли в сбой, окружающее пространство моментально сузилось до границ видимости. Обычным человеческим зрением он замечал лишь беснующуюся вокруг пелену непогоды. Правее сердце билось неровно. В груди возникло неприятное ощущение, словно там все замерло. Ноющая боль сменилась ознобом, но он все-таки преодолел опасный участок, вырвался в пространство между двумя световыми колоннами, споткнулся, упал, вновь вскочил и растерялся, утратив чувство направления. Повсюду, куда ни глянь, клубятся поднятые ветром песок и пыль. Откуда они взялись? Только что ведь прошел проливной дождь и вокруг стелился туман. Бестужев ничего не понимал. Ноги больше не тонули в грязи, почва растрескалась, как после многодневной жары. Что делать? Пока не перезагрузятся импланты, нельзя из шага ступить. Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, а ветер все крепчает. Первым заработал модуль технологической телепатии, и Егор неожиданно услышал голос, отчетливо прозвучавший в его рассудке. Анарк! Судя по тону, кто-то с досадой выругался. Да они же мне все настройки собьют! Гейбл, не шагарай! Отозвался второй голос. Разговор шел на универсальном языке межрасового общения, но часть слов Бестужев просто не понимал. Еще один довод в пользу армахонтов? Помнится, Хонди утверждали, что универсальный язык межрасового общения был создан на основе морфем древнейшей цивилизации. Да ну, алк уже! Раздраженно ответил первый. Ну, сколько можно? Алло, Гош, чувствителен к энергиям, а они его лоуг. Сколько уже раз за последний год? Егор замер, не шевелясь. Каким образом я слышу их речь? Причем тут мой модуль технологической телепатии? Он ведь относится к сумме человеческих технологий. Вопрос восприятия возник мгновенно, но не нашел здравого объяснения. Ладно, успокойся, наводи тут порядок, а я пока к верфи схожу. Надо обезвредить управляющий сегмент Терфула. Ах вот, зачем тебя отправили вместе со мной. Ну да, логично. А почему Терфул не эвакуировали? Он же находится в постоянной готовности, верно? Да, как и другие Терфулы, на случай экстренной эвакуации, я извлеку мерч. А Терфул так и останется тут? Только подумай, что если им завладеют эти... Гейбл, не переживай, не имея современной наносети четвертого уровня, никто не сможет даже на борт проникнуть. А без мерча от Терфула вообще нет никакого прока. Ты ведь понимаешь? Ну да, да, давай, только недолго. Загадочные существа разделились. Один остался в границе хауры, второй направился в сторону планетарного дока древней космической верфи. Расширитель сознания уже заработал на полную мощность и, бестужев, снова видел оба силуэта. К тому, что подлятым пора ласоваться глупо. Его я смогу догнать. Впервые Егор встретил существ, похожих на армахонтов. В его душе вновь стрепенулась слабая надежда. Нужно догнать незнакомца. Грей, он вышел на связь. Егор, живой, ты где? Немедленно откликнулся репликант. Иду к верфи. Мы уже на старой дороге. Еще немного и будем спускаться к стапелю. К вам движется армахонт. Перехвати его, задержи. Чалышранг, делай, как я сказал. А что делать-то? Выйди ему навстречу. Останови, только без оружия, понял? Егор, ты не ошибся? Это действительно армахонт? Я так думаю. В любом случае, попытайся с ним заговорить. Ладно, попробую. Связь внезапно оборвалась. Егор побежал, что было сил, но вскоре выдохся, перешел на быстрый шаг. Почва под ногами то скользила, то вновь становилась твердой, потрескавшейся. Загадочный визитер намного опережал его. Он двигался прямиком через темпоралы и вскоре уже вышел к старой дороге, остановился, осматриваясь, и расширитель сознания Егора цепко ухватил его образ. Он очень похож на человека. Сердце билось все чаще. Датчики имплантов зафиксировали энергетическую ауру, окружающую незнакомца. Что это может быть? Индивидуальная поле? Бестужев собрал остаток сил, вновь побежал. Реальность расслаивалась. Сполохи блеклого сияния полосами струились над землей. Ветер то стихал, то вновь набирал ураганную мощь. Он нес капли дождя, и тут же буквально в следующий миг внезапно и больно начинал сечь по лицу мельчайшими крупицами песка. В груди появилась рейс. Дыхательная маска сбилась. Вот и дорога. Впереди уже виднелись контуры боевых планетарных машин. Грея Бестужев заметил издалека. Репликант не подвел, не испугался, вышел навстречу загадочному существу без оружия и сопровождения. Связь по-прежнему сбоила. Егор ничего не слышал, модуль технологической телепатии глухо молчал, в коммуникаторе на всех частотах потрескивали помехи. Незнакомец осмотрелся и, не заметив Грея, направился в сторону верфи. Он шел уверенным, размашистым шагом, ничего не опасаясь, не обращая никакого внимания ни на боевые машины, ни на репликанта, словно не видел их. Неприятный холодок зародился в груди Бестужева. Он невольно замедлил шаг, не понимая, что происходит. Визитер вел себя так, словно он был тут совершенно один. Егор задействовал расширитель сознания, внимательнее присмотрелся к загадочному существу. Призрак. Теперь по дороге шел призрак. Грей тоже заметил полупрозрачную фигуру, поднял обе руки, показывая, что у него нет оружия, не понимая, чем чревата встреча с фантомом. Видимо, личное защитное поле, позволяющее этим существам спокойно пересекать границы искажений реальности, работало на принципе автоматического временного сдвига, подумал Егор. Путешествуя по безжизненным регионам гибнущей планеты, он повидал немало смертоносных явлений, и сейчас находил лишь одно объяснение происходящему. Система защиты, встроенная в экипировку незнакомца, полностью автоматизирована. Она фиксирует препятствия, либо опасные явления, и создает сдвиг временем. Вот почему облик таинственного существа то материализуется, то вновь обретает свойства фантома. Грей заорал Бестужев, пытаясь спасти репликанта, но было поздно. Призрак уже поравнялся с ним. Все, что оказалось в зоне действия его персонального защитного поля, вдруг начало рассыпаться в прах. Визитер прошел мимо колонны, причиняя разрушение и смерть, но он этого не замечал. Для него не существовало ни БПМ, ни репликантов. Вряд ли он осознанно хотел чьей-то гибели, но вышло именно так. Незнакомец прошел по дороге, оставляя после себя лишь серую субстанцию, похожую на пепел, который тут же подхватывал и уносил ветер. Жизнь не щадила Егора. Он давно потерял счет утратам, но это не притупило остроты его чувств. Душа каменела в такие минуты. Дикая тоска сжимала сердце. Он стоял на древней дороге. Снова зарядил дождь, и под ногами запузырилась серая грязь. Минуту назад она была людьми, техникой, эшрангом, морфами, а вот теперь прах. Почему все, кого я пытаюсь спасти, погибают? Призрачная фигура незнакомца скрылась во мгле непогоды, а Егором вдруг овладел приступ отчаяния. Этот мир погибал. Зачем же я цепляю за жизнь? Чтобы вот так однажды превратиться в горсть пепла, сгинуть в очередном разрыве пространства? Вселенная молчала. Она не хотела отвечать или просто была равнодушна к происходящему. Он долго стоял в оцепенении, глядя, как милосердный дождь смывает прах, бурлящими ручейками уносит его прочь, а затем вдруг угрюмый решительно развернулся, размашисто зашагал в сторону огромных, слегка накрененных пилонов древнего сооружения. Он не мог возродить погибших, не мог повернуть события вспять, но он был в силах хотя бы попытаться догнать незнакомца и потребовать от него внятного ответа на многие вопросы. Древняя космическая верфь тонула в тумане. Обозримое пространство постепенно сужалось по мере того, как Егор спускался все ниже, и вскоре взгляд уже не различал ничего, кроме молочно-белой пелены, лишь расширитель сознания вычерчивал перед мысленным взором изубренные контуры обрушенных зданий. Когда-то планетарный док занимал огромную площадь. Теперь от древних построек остались лишь руины. Кое-где виднелись фрагменты дорог, да двенадцать огромных пилонов, расположенных по окружности разрушенного стапеля, царили над местностью. Почва под ногами оползала, скользила. Сырость пробирала до костей промозглым холодом. Дневной свет постепенно тускнел. Куда мог направиться загадочный визитер? И что надеялся отыскать тут и шранк? Он запретил себе думать о потерях, задавил боль, как делал это не раз. Коварный склон вывел его на сохранившийся участок дороги. Идти стало легче, и вскоре Бестужев добрался до прочного и широкого выступа. Туман остался выше. Теперь он клубился над головой и воспринимался как низкая облачность. Егор увидел изгибающуюся полосу, усеянную разными обломками берега, а чуть дальше и ниже свинцово-серую рябь воды. Древний стапель затуплен. Собственно, берег — это устоявшая под напором времени широкая кольцевая дорога, ведущая по периметру огромного инженерного сооружения. Бестужев остановился. Он знал о существовании этой верфи, бывал в ее окрестностях, но в те времена все постройки заполнял лед, исследовать их не представлялось возможным. Теперь в его распоряжении были лучшие из созданных людьми систем сканирования. Он мог заглянуть в глубины затопленного дока, узнать, что именно скрывают за собой потрескавшиеся стены двенадцати пилонов. Куда же пошел незнакомец? Егор медленно, тщательно сканировал доступное пространство. Здесь среди руин непонятных сооружений действительно не возникло ни одной аномалии, не было и темпоралов, которым Бестужев уже привык как к некой неизбежности. Визитер собирался что-то забрать. Это было ясно из случайно услышанного фрагмента разговора. Значит, он должен синхронизировать свое защитное поле с реальным течением времени, либо вообще отключить его. Постепенно по мере накопления данных перед мысленным взором Бестужева появлялось все больше и больше подробностей. Датчики имплантов работали на пределе возможностей. Сканирующее излучение проникло сквозь стены 12 исполинских пилонов, но внутри, к разочарованию Егора, удалось различить лишь какие-то давно остановившиеся, пришедшие в негодность механизмы. Ни одного активного источника энергии. Все давно и безнадежно разрушено. Он сосредоточил внимание на затопленном планетарном доке и сразу же обнаружил тусклую, движущуюся в толще воды сигнатуру. Энергетическую матрицу излучало защитное поле незнакомца. Он погружался. Егор с досадой понял, что последовать за ним не получится. Нет соответствующей экипировки. Глубина впадины больше километра. Ему оставалось только одно набраться терпения и ждать на берегу. Искра надежды еще тлела в душе. Он гнал прочь безысходные мысли и все же они прорывались в сознание. А если двое загадочных существ не армахонды? Но кто тогда? Представители какой-то неизвестной высокоразвитой цивилизации? Нет, вряд ли. Они общаются на универсальном языке, похожи на людей, используют недостижимые для нас технологии. Егор неотрывно следил за погружением незнакомца. Тот действовал спокойно, уверенно, в точности знал, куда именно должен попасть, изредка корректируя направление, двигаясь к центру впадины. Наблюдая за тусклым пятнышком энергоматрицы, Бестужев постепенно концентрировал внимание, и датчики расширителя сознания, следуя напряжению его мысли, перефокусировались, проникая все глубже сквозь толщу темной воды. Тонкие трепещущие линии начали появляться перед мысленным взором Бестужева. Он чутко внимал обострившимся до предела чувствам, но очертания какого-то огромного, покоящегося на дне объекта искажались, ускользали от понимания. Егор старался изо всех сил, но не мог собрать воедино обрывочные данные. Рука машинально потянулась к подсумку. Малый разведывательный зонд, сфера величиной с теннисным мяч, с тихим плеском ушел под водом. Марза Егор хранил бережно, использовал редко, лишь в крайних случаях. Высокотехнологичный аппарат разведки являлся для него последней материальной частицей памяти о прошлом, об эпохе, из которой его вырвало сдвигом временем. Впрочем, нет, был еще один артефакт, но иного толка. Черты Бестужева напряглись, заострились. Он мысленно сопровождал погружение зонда. Данные пошли увереннее, полнее. Линии стало больше, они очерчивали некую правильную геометрическую форму. В глубинах затопленного стапеля покоился странный объект. Внешне он напоминал двояко-выпуклую линзу трех километров в диаметре, разделенную на двенадцать кленовидных сегментов, соединенных с центральным стержнем. Егор сразу подумал, космический корабль, вот что надеялся отыскать и шранк. И не его ли двое странных существ именовали непонятным словом терфу? Зонд достиг глубины 800 метров. Предел для моих сканеров, подумал Егор, если позволю ему продолжать погружение, потеряю связь. Он отдал мысленный приказ. Марс остановился, отрегулировал плавучесть, остановился на заданной глубине. Теперь его датчики могли сканировать не только внешнюю форму, но и внутреннюю архитектуру техногенного объекта. Наполнение ближайшего к Марсу сегмента выглядело однотипным. Егор различил сотни одинаковых по размеру и конфигурации помещений высотой в 3 метра, выполненных в виде плотно пригнанных друг к другу пятигранников. Похоже на соты. Между отдельными массивами помещений проложены узкие коридоры. Он не мог отделаться от ощущения, что уже где-то видел подобные отсеки. Среди обломков кораблей? Да, точно. Такую же пятигранную форму имели стандартизированные модули, предназначенные для жизнеобеспечения колонии алгитов, мыслящих кристаллов, основного компонента любой навигационной системы. Но у Егора перехватило дыхание. Даже корабль крейсерского класса нес на борту не более трех колоний мыслящих кристаллов. Одну основную и две резервные. Здесь же он видел десятки тысяч отсеков. Мысль о колониальном транспорте алгитов критики не выдерживала. Во-первых, корабль находится в доке. Во-вторых, мыслящие кристаллы никогда не осваивали другие планеты. Они даже не помнили, где расположен их родной мир. Алгиты издревле служили армахонтам. Тайна их происхождения покрыта мраком. В одном Егор не сомневался. Кристаллы живые и разумные. Он пару раз видел выжившие колонии, да и в судьбе Прометея, корабля его предков, алгиты сыграли не последнюю роль. Концентрация внимания отнимала все силы. Появилась резкая головная боль. Слюна во рту стала тягучей. Терялось ощущение реальности. Корабль успели достроить. Егор все еще держался, анализируя поступающие данные. Внешних повреждений нет. 12 сегментов плотно состыкованы друг с другом и соединены с центральным стержнем. Загадочная конструкция не имела аналогов среди известных бестужеву типов космических кораблей. Незнакомец тем временем проник внутрь Терфула. Чтобы войти, он воспользовался шлюзом. Затем его энергоматрица бледным пятнышком продвинулась по узкому коридору между сотами отсеков. В глубинах сегмента располагалось помещение, отличающееся от остальных по форме. Обособленный цилиндр, судя по поступающим данным, имел двойной корпус и собственную шлюзовую камеру. Что располагалось внутри, неясно. Таких подробностей сканеры Марса не транслировали. Боли разрывало рассудок. Егора лихорадила. Работа расширителя сознания отнимала жизненные силы. Небывалая концентрация внимания уже вышла за предел возможного. Он отдал Марсу приказ на возвращение. На ощупь потыскал среди кармашков экипировки капсулу с хондийским препаратом, судорожным усилием проглотил ее. Резкое прояснение рассудка не принесло избавления от боли. Дальше станет еще хуже, но на ближайшую четверть часа он стимулировал организм. Зонд всплывал. По данным поступающим от него, незнакомец что-то забрал из отсека и сейчас возвращался по узкому коридору к шлюзовой камере. Егор рассчитывал встретить загадочного визитера, когда тот выберется из воды, но события вдруг начали развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию. Бестужев успел немного отдышаться, нашел силы встать и побрел по берегу к точке, где по его расчетам незнакомец должен был выбраться на старую, усыпанную обломками дорогу. Вокруг царила глубокая тишина. Туман клубился над головой. Очертания пилонов терялись в его пилении. Это место пропитывал какой-то потусторонний, нереальный покой. Егор шел, пошатываясь, спотыкаясь, стараясь не упустить из поля мысленного зрения энергетическую матрицу всплывающего существа. Постепенно, по мере сокращения дистанции, он начал различать кое-какие подробности. Незнакомец забрал из таинственного корабля цилиндрический контейнер внушительных размеров. Это и есть мерч? Бестужев остановился, вновь сконцентрировал внимание. Результат сканирования ошеломил его, даже вызвал недоверие к полученным данным. Он, вообще-то, ожидал увидеть колонию алгитов, к такому предположению подталкивала логика предыдущих наблюдений. И действительно, внутри коапсула находились кристаллы, но не живые, а искусственно созданные, пронизанные непонятными структурами, собранные из микроустройств, выполненных на уровне нанотехнологий. Неужели модуль центрального бортового компьютера? Мысль промелькнула на уровне доступных аналогий, ядро системы таинственного корабля. Затаивший за крупным обломком недалеко от уреза воды, он продолжал наблюдать. Рослое гуманоидное существо приближалось. Кто же он? Человек или Армахонд? Сейчас узнаю. Ответа Егор не получил. Он ждал, пока незнакомец выберется на сушу, но тот даже не показался из-под воды. Опережая его появление, вдруг ударила ослепительная вспышка света, словно в тумане над верфью вдруг зажглось еще одно солнце. Ветер налетел порывом, разорвал клубящийся над котловиной полок. Бестужев невольно привстал. Обернулся и увидел второго визитера. Тот стоял метрах в пятидесяти выше по склону. Ослепительный свет, сконцентрированный в точку, пылал несколько мгновений. Затем воздух пронзили сотни энергетических нитей. Часть из них, плавно извиваясь, пронзила поверхность воды. Другие потянулись к существу на склоне. Егор попытался закричать, но не смог. Мышцы парализовало. Он потерял способность двигаться, дышать, словно время внезапно остановилось. Его сердце замерло, в груди разрасталась боль. Миг растягивался в вечность. Потрескивая, рассыпая искры, медленно двигались нитевидные разряды энергии. Точка, пылающая в небе над верфью, была пробоем метрики пространства, уж этих явлений Егор повидал достаточно. Обоих существ окружили пылающие коконы. От эпицентра энергетической активности потянулись новые нити, ударили в склон, образуя две параллельные линии знакомых Егору явлений. Там, где разряды соприкоснулись с поверхностью, зарождались тампоралы. Он ощутил, как медленно ударило его сердце. Перекошенный рот силился схватить глоток загустевшего воздуха. Темпоралы зародились и выросли в течение нескольких секунд субъективного времени. На самом деле их рост был мгновенным, но Егор находился вне катастрофического явления. Он сейчас видел лишь бледный призрак событий. Ветер стих, наступила глубокая тишина. Его сердце вновь остановилось. Режущая взгляд вспышка света волной прокатилась по темпоралам, вспухла волдырем и лопнула, ударив в небеса с толпом энергии. Егор ослеп. Он ничего не видел и не ощущал. Когда он очнулся, загадочных существ нигде не было. Бестужев лежал на берегу у кромки воды, часто судорожно дыша. Сердце молотилось как бешеное. Разорванный полок тумана стремительно затягивал прорехи. Пробой метрики пространства закрылся. Темпоралы исчезли, но память сохранила их необычную упорядоченную конфигурацию. Мир снова погружался в сумерки. Надежда, злая, опаленная горечью произошедших событий, робко встрепенулась в душе. Егор не задушил ее, потому что знал, в гибнущем мире есть еще одно место, где темпоралы образуют точно такую же упорядоченную структуру.